МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Настал определенный момент, когда люди поняли, большинство людей, да, и жители, и чиновники, что больше такое не может продолжаться. Приехали, покушали, что покушали, все оставили, собрались, ушли. На территории города ликвидировано свыше 30 инстанционированных свалок. Сегодня первый раз я здесь. Мусору много, мне самому тоже неприятно. Ответственность есть, она начинает от 110 тысяч рублей. Все чаще и чаще начали поступать обращения о том, что мусор их начало просто душить. То есть у нас в Ульяновске мало таких компаний, которые могли бы выставить эти баки и полностью переработать эту продукцию. Ну, в 21 веке живем, наверное, можем себе такое позволить. Я думаю, чтобы не было грязно, я еще и жду. Людям нужно соблюдать правила благоустройства. Экологические проблемы Ульяновской области, как и любых других регионов России, в большинстве своем возникают не из-за природных катаклизмов. Виной всему человек. Мусорная слепота с окраин и обочин добралась до особо охраняемых объектов природы. Эти кадры сняты на территории несанкционированного пляжа, вблизи улицы Свияжной. Десятки бутылок, сотни пакетов и салфеток. И все это на берегу водоохранной зоны. Впечатления, конечно, плаченые. Мы увезем просто в багажник, кидаем их. Покушали, что покушали, все оставили, собрались, ушли. Потому что никто за этим не смотрит, никто им ничего не говорит. Первый раз я здесь. Мусора много, мне самому тоже неприятно. Около пляжа всегда стоял баки. Баки стояли, когда пляж это вот. Но все равно бросают. Данная территория, вблизи Свияги, так называемый Старый Свияжский пляж, является местом отдыха вблизи воды, официально разрешенной, где можно гражданам отдыхать. Поэтому в летний период времени территорию обслуживает МБУ, городской центр по благоустройству и озеленению. Соответственно, они завозят чистый песок, выставляют там контейнеры, мусор из которых выводит один из регионных операторов ТКО. Если там появляется сигнал, в другое время, соответственно, тоже в рамках санитарных пятниц, субботников, там наводится порядок силы муниципалитета. Россияне ежегодно производят порядка 70 миллионов тонн твердых коммунальных или, проще говоря, бытовых отходов. Это равно весу больше тысячи останкинских башен или всего ничего, десяти пирамид Хеопса. Настал определенный момент, когда люди поняли, большинство людей, и жители, и чиновники, что больше такое не может продолжаться. Мы выезжали в разные населенные пункты, и жители все чаще и чаще начали поступать обращения о том, что даже проживая в каких-то населенных пунктах, на периферии, в селах, в деревнях, мусор их начал просто душить. 1 января 2019 года в 69 регионах России начала реализовываться экологическая реформа. Экологи поднимали вопрос именно о том, что необходимо заниматься сортировкой мусора и переработкой отходов. Так как, если бы так продолжалось, как продолжалось в тот момент, мы бы уже через несколько лет пришли к тому, что все полигоны были бы, наверное, уже исчерпали свои возможности. По данным Российской академии наук, к 2020 году в России скопилось более 31 миллиарда тонн неутилизированных отходов. Площадь мусорных свалок сопоставима с площадью Азовского моря – порядка 4 миллионов гектаров. Во времена Советского Союза дефицитная пластиковая упаковка была не в почете. Все значительно изменилось с развитием технологий. Способы переработки мусора 20 века перестали быть актуальными. С 1990 года на территории России отходы стали выбрасывать на свалки, которых со временем становилось все больше. Человечеству известно всего три основных способа, как избавиться от отходов. Это полигоны, мусоросжигательные заводы и переработка. До недавнего времени самым частым решением проблемы оставались обычные свалки. В результате они сами стали проблемой. Там захоранивали все без разбора. И опасные батарейки, и горючие материалы, и гниющую органику, и неразлагающийся пластик. С 2019 года страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В ходе осеннего месячника по благоустройству, который стартовал в сентябре, и продлится минимум до конца октября, на территории города ликвидировано свыше 30 инстанкционированных свалок. И на полигоны твердых коммунальных отходов вывезено свыше 7 тысяч кубометров мусора. Теперь мусор из контейнеров отправляется не на свалку, а на мусоросортирующий комплекс. Там его разбирают и выбирают полезные части. Бумагу, стекло, пластик, металл и пищевые отходы. Органику позже перенаправят на компостирование, а остальное переработают. Подготавливать мусор к переработке и зарабатывать на сдаче вторсырья неплохие деньги сегодня можно при помощи мобильных приложений. Чтобы перевозчики смогли связаться с вами, при регистрации достаточно указать город, имя и телефон. Затем вы получите подробную инструкцию, какие виды вторсырья подходят для вторичной переработки и как их нужно подготовить. За каждый отсортированный мусорный пакет вы получаете вознаграждение в виде баллов, которые в дальнейшем можно потратить в продовольственном магазине для приобретения товара в первой необходимости. В рамках экологической реформы к 2024 году планируют ликвидировать 191 несанкционированную свалку по всей стране. В Ульяновске расчистили 42 стихийные мусорки. В то же время каждый безответственно выброшенный фантик возвращает человечество на два шага назад. Ответственность есть, но она для всех, и для граждан, и для индивидуальных предпринимателей, и для юридических лиц. Она начинает от 110 тысяч рублей, если будет выявлен факт загрязнения. Только на должность охотника за безответственными гражданами до сих пор никого не приняли. Да и фотоловушки пока что не закупили. Я знаю, что есть такой опыт. Даже, по-моему, в Ульяновской области, на особо охраняемых территориях, где есть какие-то красноотнижные животные, дабы не допустить охоты несанкционированной, станут установлены в лесу системы видеонаблюдения. Но в 21 веке живем, наверное, можем себе такое позволить. Ничего такого особенного в этом нет. По подсчетам Гринписа в России переработка поможет обеспечить работой дополнительно 252 тысячи человек. А вот ежегодные потери бюджета от отсутствия повсеместного раздельного сбора порядка 233 миллиардов рублей. Это те деньги, которые могли бы заработать компании, участвующие в сортировке мусора. Мы отмечаем, что с каждым годом растет экологическое сознание людей. Мы видим, что люди начали более трепетно относиться к окружающей природной среде. У нас есть программа общественных экологических инспекторов на территории региона. И там действительно взрослые люди начинают вступать в ряды общественных инспекторов, потому что они неравнодушны к вопросам окружающей среды. Уже в детских садах с ребятами ведутся беседы о защите экологии, защите окружающей среды, сохранении природы родного края. У нас достаточно развито такое общественное движение, как эколята. В школах ребятам рассказывается о механизмах сохранения природы и о проведении субботников, экологических акций, о сортировке мусора. Если в начальной школе и в средней школе это тоже идет ознакомление и участие в мероприятиях, то в старшей школе, это начиная с девятого класса, ребят уже сами выступают участниками и организаторами. Если брать успешность реформы именно, то я однозначно не могу это сказать. Она в любом случае нужна была. Мы к этому все равно пришли. Это ненормально, когда мы отъезжаем от города 200 километров, спускаемся к речке, а там просто все поймы рек, пушки заполнены пластиком, да, и отходами. Если брать Ульянскую область, то более успешно, допустим, этого проекта реформы реализуется на территории первой зоны, самой большой зоны Ульяновской области. С 2020 года Ульяновская область полностью вошла в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Заработали все пять региональных операторов. Общий объем вывезенного мусора за три месяца текущего года составил более 732 тысяч кубометров. Изменились тарифы на сбор и вывоз отходов. Теперь жители региона платят за ТКО, исходя из количества проживающих в квартире или частном доме, а не за квадратные метры. Рассчитать плату за услугу довольно просто. Норматив умножаем на тариф регионального оператора, делим на 12 месяцев и умножаем на количество жильцов. Услуга является коммунальной, следовательно, на нее распространяются все льготы, предусмотренные действующим законодательством. В теории процесс со всех сторон позитивный, только отследить его исполнение рядовой гражданин не может. Сортировка никуда не уходит. Она происходит в одном месте. Ничто не мешает региональному оператору, а может быть органам власти, установить видео онлайн-мониторинг. То есть постоянную видеотрансляцию сортировки. Чтобы мы прекрасно понимали, что зайдя в любой момент на сайт регионального оператора, мы сможем наблюдать процесс сортировки. И видим, что он безостановочно производится, и то, что там действительно люди работают. Они включают сканбейерные линии сортировки, когда мы приезжаем с проверкой. У нас есть соглашение, которое каждый региональный оператор заключается именно с правительством Ульяновской области. И в рамках этого соглашения имеется такой пункт о том, что в случае пятикратного нарушения этого соглашения с региональным оператором расторгается данное соглашение. И региональным операторам, естественно, это невыгодно, потому что это большие крупные инвестиции. А есть у нас региональные операторы, которые набирали, скажем, за прошлый год около трех таких нарушений. По мнению экспертов, первые плоды экологической реформы удастся собрать не ранее, чем через пять лет. Должно подрасти новое поколение, которое будет приравнивать раздельный сбор мусора к походу в магазин. Сегодня экотренды внедряются во все общеобразовательные учреждения. Разноцветные баки уже функционируют в нескольких школах города. Пустить инициативу в массы не позволяет бедность инфраструктуры. Это проблема не школы, это проблема перерабатывающих компаний. То есть у нас в Ульяновске мало таких компаний, которые могли бы выставить эти баки и полностью переработать эту продукцию. Самое безопасное решение мусорной проблемы – переработка. По подсчету Международной организации Zero Waste International Alliance повторно использовать можно до 90% бытового и производственного мусора. Семь литровых пластиковых бутылок – это одна футболка, 25 литровых пластиковых бутылок, одна флисовая кофта, 10 полуторалитровых пластиковых бутылок, одни джинсы, 3 килограмма макулатуры, одна пачка листов А4, 1 килограмм газет, 10 рулонов, туалетные бумаги. Сложнее всего перерабатывать смешанные материалы, например, многослойные коробки типа Тетропак или упаковки из нескольких видов пластика. Кстати, обувь в России массово не перерабатывают, так как она может содержать до 40 видов разных материалов. Для того, чтобы не было грязно, я еще и ждаю. Людям нужно соблюдать правила благоустройства и природоохранного законодательства. Баки здесь не являются причинами мусора, их наличия или отсутствия. Воспитание начинается в семье. Если учитель в школе рассказал, как нужно, как правило, но это правило не закреплено в семье, то есть родителями не поддерживается, это дальше слов не пойдет. Сколько бы учителя, сколько бы различные эксперты не учили детей на школьной, на внешкольной деятельности о важности охраны окружающей среды, если ребенок, приходя домой, гуляя с родителями, видит, что они выбрасывают мусор в неположенном месте, что, возвращаясь с пикника, они кидают пакет с мусором в лес, мы можем говорить, что все меры государственного образования, внешкольные деятельности будут неэффективны при таком примере в семье. Если вы оказались невольным свидетелем стихийной свалки, не будьте равнодушны к будущему своих же детей. Составить письменное обращение можно в свободной форме. Приложите фото или видеоматериалы. Муниципальные власти, Министерство экологии, Роспотребнадзор или природоохранная прокуратура не имеют права не отреагировать на вашу жалобу. То есть граждане, если же хотят организовать субботник на таких территориях, мы это дело приветствуем, помогаем, в плане, то есть готовы вывезти все потом, весь собранный мусор. То есть людям можно обратиться в районную администрацию, в данном случае администрацию Ленинского района, и сказать, что мы провели этот субботник, собрали, грубо говоря, столько-то мешков, столько кубометров мусора. Соответственно, после этого муниципалитет муниципалитет изыскивает средства, технику, погрузчики, самосвалы, оплаченные талоны для приема мусора на свалке. Ну, что мы все хотим жить в чистом городе, и в первую очередь это зависит от каждого из нас. Можно иметь мнение, что это мало повлияет, но то, что вы сделаете, это повлияет уже. Не, ну для этого нужно просто здесь писать что-то, то есть здесь нужно ставить контейнер, вернуть его обратно. Был же раньше. То есть вот если это будет, ну, как-то, может быть, это людей подвигнет на что-то. Ну, пришел, ну, отдохнул, там, не знаю, посидел там, поел, еще что-то. Да, ну, бери за собой, это же несложно. То есть вот все, взял пакетик, сразу туда все это туда складывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!